к одной из главных достопримечательностей вообще всей Украины, тут даже есть какая-то виселица, дикая малина здесь, очень сладкая, прям нереально. Мы на автовокзале Верховыни и попробуем сегодня доехать в Ясеня. Так как прямого маршрута нету, едет с пересадкой, надеюсь, там что-то сломает. Добрались в село Татарев, теперь будем ловить автобус в Ясеня. Вот мы на автостанции в Ясенях, сейчас надо забронировать быстренько жилье, поселиться и отдыхать. Оля радуется, забронировали наконец-то жилье с личным туалетом и ванной комнатой, нормально. За день 405 гривен. Вон казана под станцией, а сзади аисты свели гнездо прямо за церкви. Зашли в кафе пообедать, была грибная юшка, цар 38, гуляш 55, это... Кардобль-Кабулу в Сурске. 40 где-то, 45, и рыба 55, нормально. Мы дошли к одной из главных достопримечательностей вообще всей Украины, вот этой церкви Вознесения Господнего на холме, которая деревянная, занесена в список ЮНЕСКО и построена без единого гвоздя, ей уже несколько сотен лет. Вон церковь, а тут барашки, но такие грязненькие уже, грязные. Поднимаемся к церкви. Гвозди уже есть. Так бы долго она не продержалась. Церковь Вознесения Господня была построена еще в начале 19 века. И что интересно, в 2013 году на сессии ЮНЕСКО она была включена во всемирное наследие вместе с другими деревянными церквями Карпатского региона. Рядом с церковью расположено старинное кладбище и звонница 1813 года постройки. ПОЭПИЯ ПОЭПИЯ Редактор с ДХАТементом С названием города связана одна легенда, когда пастух Иван Струк напасал овец, но вдруг пошел внезапный снег и он не успел перегнать Атару домой. Поэтому он решил из ясеня сделать такой навес для овец, а сам в это время отправился домой. Когда вернулся на следующий день, то Атара была целой и невредимой. Поэтому в знак благодарности Богу он решил соорудить деревянную церковь, которую позже прозвали Струковской, а на гербе Ясенив как раз изображен пастух Струк, зеленое дерево и Атара. Сейчас здесь проживают около 8500 людей. Тут еще видите какие подвалы у людей во дворе для картошки, консервации, сало еще могут там хранить. Когда-то был другой мост, вон видно даже остался от него бетонные основания, но часто карпатские реки сильно разливаются, сносят все мосты, поэтому люди решили строить вот такие вот подвесные. Через мост даже мотоциклы ездят. Сейчас попробуем подняться куда-то чуть повыше в горы, посмотреть, что будет. Под железнодорожными путями проходит вот такой вот туннель. Ой, они все гадны. Добрый день. Вот видите какие дороги, тут только можно на лошадях или на горном байке. Имею ввиду мотобайки. Что интересно, по этой дороге идет трекинговый маршрут на гору Петрос, ну и дальше потом на Гаверло. И кто-то в начале туристического сезона делает специальные отметки на камнях, на палках, на деревьях, чтобы было понятно куда идти. Дикая малина здесь. Очень сладкая, прям нереально. Забрались наверх, теперь будем по горам тихонечко домой идти. Должны еще пройти одну маленькую вершину. Идем и встречаем вот такой вот мусор. То бутылку, то еще что-ли. Мусор от Гавер. По мапсми где-то вот там должен быть родник, но к нему дороги нету. Попробую пролезть так. По болотяке. Не, ну его тут конечно фиг найдешь. Этот ручей. Природник. На горах мало того, что рубят лес, так еще и за собой оставляют вон кучу мусора. Тут даже есть какая-то виселица или что это, или качеля. Или что это тут было, дерево насогнули. Что тут происходит? Отсюда хорошо видно, как вырубают Карпаты. Видите, какие залысины. За теми горами на горизонте должна быть Гаверла. Бесконтрольная вырубка леса. Это конечно одна из главных бед Карпат, потому что новые деревья не успевают вырастать. Получаются на горах такие залысины, которые совсем не красиво смотрятся. И улучшений в этом плане не предвидится. Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта мемориальная стела, это памятник герою Советского Союза Расулу Исетову. Видите, во Вторую мировую войну здесь проходила линия фронта. Дальше остались какие-то оборонительные сооружения. Сейчас заполнены мусором и заброшены. Здесь столько журавлей на этой половине, это капец. В принципе, он еще один. По сути. Этот район Карпат когда-то входил в состав Австро-Венгрии. И тогдашние правители очень любили всякие трамваи или поезда. Поэтому кое-где в Карпатах можно наблюдать такие арочные мосты, похожие на акведуки древнеримские. Большинство из них сейчас также используются как железнодорожные мосты. И некоторые даже сохранились почти в первозданном виде. КОНЕЦ Когда-то была канатная дорога, вон видны ее остатки, но что-то не тележек, ничего от них больше нет. КОНЕЦ Если уже надоело сидеть в Ясенях, тут вот есть маршруточки, которые ходят в Драгубрат. Туда можно доехать только на таком внедорожном транспорте. И проезд стоит 150 гривен в одну сторону. Ну это на УАЗиках, на таких советском автопропе. Есть джипы, где-то где-то дороже. Ну подороже, да. Ну не знаю, сколько, мы спрашиваем. В Ясеня есть так называемое Сердце Карпат, которое наверное еще ночью подсвечивается. Но днем это просто кованое железное сооружение. Рядом есть площадка, где наверное проходят какие-то музыкальные ивенты. И конечно же вокруг куча мусора. И ведет к нему вот такая вот дорога из пластиковых бутылок. Куча мусора, конечно. Народ за собой не убирает. Вот отсюда как раз видна Гаверло. Он прямо впереди. Там сейчас наверное миллион туристов. Сегодня воскресенье. Ясеня, как и большинство карпатских поселений и вытянутые все, построены в долинах. А добираться из одного конца в другой довольно долго. Там может быть пути 5 и 6 километров. Главная достопримечательность это конечно же природа. И вообще Ясеня считаются одним из самых красивых маленьких городов и сел Украины. Зимой здесь также есть что делать недалеко. Горнолыжный курорт Драгобрат. Куда ходят отсюда вазики и другие внедорожники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поезд всего два вагона. Справа лазящина, которая впадает в черную тису, текущую слева. И все, это течет потом туда, в сторону Румынии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы ищете интересные места в Карпатах, которые посетить, то смело ставьте точку на Ясенях. А ну стоит того, это одно из лучших сел и малых городов в Украине с церковью из списка ЮНЕСКО. Причем недалеко есть еще и горный курорт Драгобрат. Куда тоже можно съездить, если у вас есть желание. Или просто лазить по местным полонинам и кушать карпатскую еду. Ясеня – это одна из отправных точек на Гаверлу. То есть, вблизи Ясениев находится село, откуда стартуют, опять же, туристические маршруты на Гаверлу уже за Карпатия. Потому что Ясеня – это уже Закарпатская область. Место очень красивое. То есть, уже оно чуть-чуть и по пейзажам отличается от Прикарпатия. Кухня уже чуть-чуть другая. В принципе, так же красиво. Можно походить по ближнележащим склонам, долинам, небольшим горам. В принципе, таких каких-то туристических мег там нету. Поэтому еще как бы инфраструктура очень сильно там не разброслась. И в принципе, это является плюсом. Да, до Драгобрата можно доехать на полном приводе или на небольших там джипах-уазиках, которые, в принципе, ходят каждый день. Драгобрат – это самое высокогорное село. И там очень красиво. То есть, я там уже была, а Фаша еще побывает. Друзья, на этом все. Всем пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok